Магнитная буря, которая обрушилась на Землю, не повлияет на работу систем связи и управления российскими ракетами с ядерными боеголовками. Об этом сегодня заявили в Министерстве обороны. На что же и как именно может повлиять магнитная буря, расскажет наш штатный метеоролог Маша Киреева, которая изменила своим привычкам и пришла к нам за информационный стол. Прошу тебя, Маша. Да, Никита, добрый день. На самом деле, действительно, такая вот магнитная буря, она очень продолжительная и очень такая, я бы сказала, нестандартная, потому что продолжается уже достаточно длительное время, уже три дня. И до сих пор, вот только что я распечатала с сайта наблюдений за космической погодой, вот эти вот графики, которые демонстрируют, что магнитный шторм продолжается и сегодня. В общем-то, вот индекс вот этой магнитной активности Земли по-прежнему зашкаливает и превышает критическое отзначение, которое равно четырем. И, собственно, можно сказать, что магнитный шторм вот этот продолжается и по сей день. На самом деле, это все является следствием магнитных взмущений, которые были на Солнце еще два-три дня назад. Это вот приблизительно то время, которое нужно вот этим магнитным волнам для того, чтобы дойти до, собственно, поверхности Земли и магнитного поля Земли. Ну, плюсом этих магнитных бурь является то, что мы можем наблюдать совершенно удивительные вещи, такие, например, как северное сияние над Индийским океаном. Я думаю, мы сейчас сможем посмотреть вот это вот удивительное явление, которое было снято с Международной космической станции. На мой взгляд, просто завораживающее зрелище. Ну, вот это вот северное сияние, я бы, правда, не назвала его северным, потому что наблюдалось оно практически над экватором, оно было следствием магнитной бури, которая произошла еще 17 сентября. Но я вот думаю, что после тех событий, которые были, собственно, два дня назад, и следствием вот этих вспышек является магнитная буря сегодня, я думаю, что вот это северное сияние может быть еще более красивым, потому что последние две магнитные бури были еще сильнее и характеризовались самым высоким вот этим вот классом опасности. Но повлиять это может, тем не менее, на все-таки на работу абсолютно всего электромагнитного оборудования, потому что оно, естественно, завязано с окружающим магнитным полем. Ну, а через пару минут расскажу все-таки не о космической погоде, а о погоде.